Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. Сегодня у нас 18 января 2019 года. Я на набережной в районе санатория старинная Анапа. И мы сегодня совершим небольшую прогулку, совсем небольшую. Я пройду до санатория, вернее, до жилищного комплекса Золотая Бухта. Ну и, пожалуй, всё. С утра было прохладно, и сейчас уже ветерок тоже дует прохладный, но выглянуло солнце. Я думаю, оно в ближайшие полчаса не покинет нас, и мы сможем погулять, насладиться этим солнечным днём. Сейчас немножечко посмотрим на порт. Ветерок дует, но я использую сегодня ветрозащиту, меховую. Вот так выглядит сегодня порт. Вдалеке абсолютно пустынный пляж, буквально единицы прогуливающихся. А там вдалеке, на холмах, я вижу белый налёт такого снега. Снег ещё там не растаял. Это очень интересно. Ну и сейчас я пройду мимо санатория Старинная Анапа, мимо вот этого кафе Капитан. Пройду очень быстро, потому что музыка играет. Друзья мои, сегодня знаменательный день. Я сегодня побывал, и вот буквально оттуда возвращаюсь, в офисе местной общественной организации развития курорта Анапчани. Так называется эта организация. Ну, я рассказал, кто я такой, чего я хочу добиться в Анапе. Руководитель этой организации, Козленко Анатолий Георгиевич, в общем-то человек интересный, специалист, архитектор. Он всё это знает, где что, где какие, косяки в Анапе. Вот, мы с ним сразу нашли общий язык. И он предложил мне вступить в организацию и уже действовать где-то от своего ли имени. Где-то организация будет делать запросы. Поэтому я написал заявление. Решение о принятии меня в организацию будет принято на общем собрании организации. Ну, это как положено. Ну, и вот сейчас я вам покажу здесь место. Вот это вот его недавно благоустроили. Здесь была просто бетонированная дорожка. Вот она здесь. Пандус вот этот. Здесь тоже была другая плитка. Сейчас здесь положили другую плитку. Цветную, красивую. Место преобразилось. Это памятный знак в честь матери Марии. Ну, это историческая личность в Анапе. Еще один памятный знак. Написано 13 марта 1943 года в порту Анапа погиб экипаж ТКА-92. Перечислены погибшие моряки. И изображение этого катера. Якорь. Якорь. И я сейчас пересек улицу Ленина. Здесь ее начало. Морской вокзал. Знак пешеходная зона. И вот эта дорожка ведет нас на набережную с красивым видом от ЖК Золотая бухта. Самый дорогой жилищный комплекс. Скандально известный, потому что было много противников в свое время строительства этого комплекса. Отель Атлантида. Иплодоп schlimмера. Здесь trails тороп 拉 жил до до Тоже якоря, якорь красиво сделан. Здесь у нас кафе Корс и какой-то с кружкой, не знаю, из бани вышел. Видимо, у него там листья прилипли к телу, к жирному. Здравствуйте. Семейная винодельня. И как у вас есть посетители? Конечно. Сейчас с натуральным вином, в принципе, проблемы. У нас в стране и у нас в городе, поэтому, конечно, натуральный вина пользуется спросом. Ясно. Даже в такое время, да, в несезон? Конечно, не в сезон. По выходным приезжаю. С края, с района, санаторий все равно. Популярно все пользуются. Ну, я у вас не пробовал, ничего, поэтому говорить ничего не буду. Попробуйте. Попробовать? Ну, я не знаю, если только что-то... Ну, Изабеллу. Это десертная у нас, Изабелла. Да. В смысле, десертная. У нас, получается, сухие вина и десертная. Ну, я знаю, да. Оно полусладкое, да? А, оно десертное. Полусладкие вина идут с добавлением сахара уже. А десертные, они, чтобы... Я в магазине покупаю, там обычно, вот, Изабелла, она идет как полусладкая, да. Ну, это получается как? Сухое вино, в него добавляют сахар. Угу, ясно. Скажем так, это лучшее полусладкое вино, которое может быть, то есть... А десертные вины, они считаются более натуральными, более такими практичными. Они крепятся, останавливается брожение, и сладость, именно, которая виноград дает, сладость остается. А цены у вас какие? А все бутылочки почти по 750. Кагор и Кабарне свиньон Милос опирают чуть дороже, по 1000. Остальные по 750. Ясно. Попробовать, продегусировать можно, конечно, бесплатно, то есть мы не пятийное заведение, вот, то есть можно попробовать... Ну, чуть-чуть, да, попробую, Изабелла, просто у меня жена Изабелла уважает, а десертная как-то вот мы... У нас еще летом была Белая Изабелла, сейчас ее пока нет, но она небольшим объемом делается, потому что ее производить сложнее, гораздо. Вот, ну, Белая Изабелла это вообще песня, вот, если когда ее где-нибудь увидите, если она еще будет натуральной. Ага. То попробуйте обязательно, это вещь на самом деле, просто что-то с чем-то. Ну, бутылочки, вот, открывать. Ну, очень приятный аромат. Такой... И содержание сахара примерно 12% виноградного, крепость 13-14%. Ну, крепость будет, конечно, зависеть от температуры. Ну, тут оно уже, видимо, остатки мутноватые. Да, это уже, ну, бутылочка, но, конечно, немножко в осадочке все равно выпадает. Ну, оно будет, конечно, прозрачное. Приятный аромат. Ну, это уже сладкое. А, сладкое. Тут, получается, смотрите, вино, это же как продукт выражения. Вот. И когда вино бродит, оно, ну, дрожжи питаются сахаром. То есть сахар, это питание для дрожжей. Это, в принципе, всегда так было и есть и будет. Вот, глюкоза, так сказать, фруктоза, глюкоза. И когда дрожжи весь сахар съедают, в вина набирается естественная крепость, остается сухое вино без сахара. То есть сахар переработан уже дрожжами и, ну, крепость вина набрала. Дрожжи, скажем так, застыли, замерли, погибли. Вот. Ну, опять-таки, если все-таки вино, сахар добавить, брожение может снова начаться. Вот. А сухого десертного вино, оно делается на раннем стадии. Пока еще вино крепость не набрало, добавляется винный спирт, дистиллян чачи. Ну, чачи обычно делается из жмыха, а винный спирт уже делается из сухого вина перегон. Он добавляется, крепость поднимается у вина, и брожение искусственно останавливается. То есть, ну, и сахар сохраняется на месте именно виноградная сладость. То есть, не свекольная. Ага, ага. Вот. И получается именно десертное сладкое вино. То есть, в принципе, ну, как крепленное вино. То есть, ну, крепленное обычно, все-таки крепленное вино подразумевает собой то, что, думаешь, там, это 18-22 градуса, как вермут. Ну, нет, ну, вермут, а вот, допустим, вермут, чем отличие. То есть, в нем, да, 22 градуса, но в него еще добавляется вот этот, когда винный спирт, он настоян на травах. Вот. То есть, у нас полы нету. Ага. Ну, и получается такой травянистый уже ликерный напиток. Ликерчик. Ну, мне понравилось, так что я рекомендую, кто будет здесь проходить. Изабелла, замечательная. Спасибо. Пожалуйста, хорошего дня. Всего доброго. Ну, вот, немножечко пригубил. Ну, действительно, уже со дна бутылки вот эта муть, я думаю, если прозрачное было бы вино. И чувствуется вот это вот, ну, когда вот коньяк выпиваешь или ром, да, сразу как-то рот немножечко так начинает вязать. Вот. Он как бы сужается. Здесь тоже такой эффект, но менее выражен. Вот. И чувствуется тепло. Обычно вино выпиваешь, когда, ну, там как-то такого эффекта не наблюдается, когда крепкие напитки пьёшь. Вот. И здесь тоже чувствую, что такое немножечко... Сейчас вот у меня грудная клетка, она потеплела. Вот. Ну, ладно. Вот такие ощущения. Ну, и оно сладкое. Если бы я, мне бы так с закрытыми глазами налили и дали, я бы сказал, что это кагор. Вот. Кагор. Такой хороший, качественный кагор. Но вот почему-то из-за бела. Ну, здесь вот мы видим, что велосипедную дорожку, ну, по требованию велосипедистов и по жалобам пешеходов, дорожку в прошлом году выделили вот так вот краской. Я не знаю, в этом году, вот видите, краска уже тут стёрлась. Вот, стёрлась в некоторых местах. И в этом году я не знаю, будут ли поправлять эту ситуацию, будут ли её выделять. Потому что много было нареканий, что дорожку, даже сами велосипедисты писали, что ну, так дорожки не делают, это неправильно. Потому что здесь вот скамейки обычно сидит какая-то семья, ребёнок, а дети обычно, вот они постоянно бегают туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну, понятно, что то, что сделали дорожку, допустим, я по ней еду, когда я уже вообще психологически чувствую себя гораздо увереннее, потому что это дорожка. А на самом деле, конечно, люди её игнорируют, прохожие, они идут по дорожке, пересекают её постоянно. Поэтому всё равно приходится объезжать людей и вот возле заборчика, и с другой стороны. Ну, вот кошка чёрная здесь. Так, а это вот у нас, мы на вывеске читаем, исторический памятник. Это вот усадьба, я сейчас точно не помню, где-то, по-моему, есть вывеска. Старинное здание. Вычистили его, тут было много мусора в своё время, навалено вокруг, но, видимо, что-то идёт какая-то подготовка к его реконструкции. Вообще, здание-то хорошее. Здание хорошее, тут можно было бы, ну, вообще, какой-нибудь филиал, музей бы сделать. Оно на проходном месте, но вот почему-то ничего не делается. Да, вот там, кстати, табличка. Сейчас я всё-таки прочитаю. Здание, где размещался штаб Анапской военно-морской базы в 43-м году. Ну, это в 43-м году, а до этого это была чья-то усадьба. Это пример архитектуры начала века 20-го, ну, может быть, конца 19-го. Вот именно такие богатые дома. В Анапе не сохранилось, мало очень сохранилось исторических зданий. Ну, почему? Вот тоже красивое здание, но оно спрятано так тоже в глубине. Подхода к нему нету. Вот, а здание красивое, тоже очень достойное. Ну, это, видимо, да, чья-то частная территория. И проход к нему закрыт. Ну, вот опять слышу музыка, барабан, бум-бум-бум-бум, бьёт. Вот это... Вообще, на курорте, я считаю, должно быть тихо. Музыка, она мешает отдыху. Это пляж-отель. Виден бассейн. В бассейне вода. В бассейне вода. Ну, это вот жилищный комплекс «Золотая бухта». Здесь ещё располагаются какие-то магазины, может быть, организации. Вот я вижу Абрау-Дюрсо магазин, Фанагория и Океанариум Риф. Он открыт. Океанариум открыт. У меня есть ролик. Меня туда приглашали, чтобы я его прорекламировал, этот Океанариум. Вот. И мы, Наташа и Маша, любезно воспользовались этим приглашением, посетили Океанариум. Я снял ролик, и его можно посмотреть. Ну, я повторяю, что это самый дорогой комплекс в Анапе. Здесь даже ещё некоторые квартиры не распроданы, а имеющиеся продаются. Ну, я думаю, по-моему, миллионов 20. Самая дешёвая квартира. На море волна достаточно сильная, просто здесь её не видно. Вот, пожалуйста, тут написано «Частная территория». Очень интересная скамейка, совмещенная с качелей. Вот такие места в городе, они, конечно, привлекают внимание. Это вот пример того, как надо устраивать. Она хорошо смотрится из натурального материала, из дерева. Ну, эти скамейки тоже вот, тоже так себе ничего. Да, тут ветер достаточно сильный. Указатели. Ну, тут мусор. Уж тоже не буду скрывать, что... Ну, мусор, понятно, гонит, особенно ветрами. Но он, конечно, тоже не красит. Людей-то много гуляет, и они всё это, конечно, видят. Вот, поэтому, вроде бы и не сезон, а всё равно впечатление такое немножко портится. Потому что, ну, если уж есть работник какой-то у такого комплекса и такого места, я думаю, ну, уж надо бы, чтобы он сюда заглядывал и собирал мусор. Дело-то минутное. А осадок-то порою на всю жизнь останется. Люди побывают, скажут, всё хорошо, но вот грязновато. А море сегодня, смотрите, как вдалеке оно зелёное, а ближе к берегам оно синее. И там солнце, вот в стороне, где вот эти вот здания Технополиса Эра. Видите, там солнце. Левее тоже туда, к Витязеву. Тоже солнце. Ну, здесь вот нету. Здравствуйте. Смотрим ваши видео. Очень, а вы откуда? С Барнаула. Барнаула, да. В 17-м году. Ну, спасибо вам, спасибо. Посмотрели ваши видео, познакомились с Анапой и приехали сюда. А, живы? Вы в Барнауле смотрели. Живёте здесь уже, да? В Барнауле смотрели. Ну, хорошо. А где, в каком районе? На Красной площади. А, ясно. Спасибо вам. Вам спасибо. Ну, вот люди ещё одни, которые смотрели моё видео и приехали. А я сегодня вот сказал, я начал свой сегодняшний репортаж вот с того, что я побывал в организации развития курорта Анапчани. И вот он как раз, руководитель организации, сказал, что всё было хорошо в Анапе лет 10-15 назад, но вот в 2008 году примерно начался вот этот строительный бум. Строительный бум. И Анапа стала застраиваться без учёта своих возможностей вот именно в социальном плане. То есть отсутствие школ, детских садов, поликлиник никого не волновало. Вот, мы сейчас имеем огромные очереди на детские сады. В школах по три смены учатся детей. Вот, поликлиники тоже там. Ну, я поликлиниками и услугами не пользуюсь. Ну, думаю, тоже там не так-то всё просто. Не так-то всё просто. Вот, есть вот такие интересные места. Вот, что в советские времена делали. Вот так вот выкладывали кусочками мрамора. И вроде бы так всё это вписывается. Сейчас есть специальная плитка такая. Я сейчас не помню, как она там называется, эта плитка. Она с ячейками. Сквозь вот эти ячейки прорастает трава. Здесь, в здании Курзала, 6 февраля 1918 года была провозглашена советская власть. Ну, Курзала нет. Вот на его месте сейчас вот этот комплекс «Золотая бухта». Курзал был просто снесён. Вот, и, конечно, анапчане, которые помнят это здание, они, конечно, до сих пор не могут простить застройщикам, что снесли такое замечательное здание, куда ходило очень много детей заниматься. Там различные студии были. Ну, вот так всё сложилось. Ну, сейчас вот от моря отойдём немножко в сторону. Вот от моря отходишь, и сразу тише становится. Ветер меньше. Тоже вот так вот сделана вот эта клумба, какой-то мостик. Давно, видимо, сделано. Но вот держится же. А вот если бы здесь был какой-нибудь ещё питьевой фонтанчик, вот так примерно оформленный, было бы, наверное, вообще здорово. Здесь, кстати, вот отверстие. И вода бьёт летом. Вот опять эти дорожки, сохранившиеся ещё с советских времён. И здесь тоже. Ну, вот тоже такой кусочек старой советской Анапы. Здесь и здесь. Тут тоже связано что-то с золотой бухтой. Вот написано «Золотая бухта». Это у нас тоже питьевой бювет. И вот опять этот склеп Герона. Я уже боюсь его снимать, потому что сколько раз я пытался... Ну, вот бювет с этой стороны у нас. Сколько раз пытался его снимать. И у меня именно это видео пропадало. Ну, не будем мистиками. Как говорится, «Господи, помилуй нас, грешных». Девятка проходит здесь маршрут. Очень бойкое место. Летом сюда люди приезжают, чтобы купаться на пляже «Высокий берег». Тут круглогодично торговля ведёт в этих вот павильонах. Ну, туда пошла, в ту сторону пошла улица Ивана Голубца. А я вот свернул сюда, на эту аллейку. Это у нас проспект Революции. И по нему немножко пройдёмся. Ну, здесь, конечно, всё ухожено. Широкий тротуар. Потому что здесь люди гуляют. А вот там, конечно, за этими баннерами тоже непонятно, почему это огородили, что на этой территории планируется. Ну, вот почему-то у нас любят заборы. Справа от меня санаторий БФО. Вот парковка. Парковка платная. Паркомат установлен. На табло указание мест. Ну, вот такая цивилизованная парковка. И такие парковки, я думаю, должны быть, в общем-то, во всех общественных местах. Тут вот стоит знак «Остановка запрещена» и предупреждение, что работает эвакуатор. Вот такое вот место. Да. Да. Алло. Да. не получилось связаться. Тут тоже знаки расставлены, тоже знак остановка запрещена. И тоже предупреждение, что эвакуатор работает и может машину утащить на площадку. Здесь у нас остановка транспорта. Ну вот тоже стоит. Явно нарушает. Я-то сам не автомобилист, знаки плохо читаю. Но вот именно здесь я вижу, что тоже знак остановка запрещена. Эвакуатор. Да он и стоит на остановке. Это, конечно, неправильно. Кстати, друзья мои, сегодня мне пришел ответ из Управления ГИБДД Краснодарского края на мое заявление на мое заявление касающееся нарушений правил дорожного движения возле МФЦ и по детскому переулку. Ну, вы помните, я писал, мы с Наташей снимали это место. Ну вот, смотрите, я вот это первый раз вижу. Пушка 45-ка. Ну, это говорит, что кроме того, что у нас Анапа курорт, она еще и город воинской славы. Хорошие тротуары. Вот такие тротуары должны быть везде. Ну, я тем временем приближаюсь к скверу боевой славы Анапы. И там вот я вижу левее. Ну, вообще, конечно, вот эти дома, они очень симпатичные. Видимо, послевоенной уже такой сталинской постройки. Там вот вообще здание с колоннами. Замечательно, красивое. Это у нас детский санаторий «Голубая волна». «Голубая волна». И я сейчас в сквере уже здесь памятные таблички. Вот правильно делают, посыпают вот этим вот камушками, чтобы грязь не образовывалась во время дождя. вообще в правильно построенном, обустроенном городе не должно быть открытых участков земли или газом, или вот так вот посыпается гравием, или корой древесной, вот как у нас возле горит огонь вечный. здесь плиты с фамилиями анапчан, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Здесь же похоронены 12 моряков с канонерской лодки LPD-4 415, погибших в бою с вражескими миноносцами. А также здесь захоронены борцы за дело революции. Вот перечислены фамилии борцов. Здесь же вот памятник жертвам политических репрессий. Кстати, 24-го здесь состоится мероприятие, на котором я буду. там вот памятник афганцам. Сейчас я к нему подойду. Вот недавно здесь поменяли камень, на котором сидит вот этот солдат список погибших во время афганской войны. А с этой стороны вот где венки это памятник погибшим Чеченской республики. это у нас знак в честь 65-летия Победы. Ну а тут свечка выросла. Так, прошу прощения. Ага, вот. А тут свечка выросла. Это жилищный комплекс на Терраспольской. Вот хоть и писали, что надо запретить многоэтажное строительство в городе Анапе, и вот уже после этих разговоров, после криков общественников, депутатов, активных граждан. Эта стройка вот поднялась, выросла здесь вообще в самом центре, в самом центре Анапы. Вот такая. И мало того, и мало того, рядом стали строить еще одну свечку. стройка идет. Вот Слышно как тут работают инструменты, кто-то стучит. вот 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 рядом с санаторно-курортным комплексом Дилуч, вот еще строится вот такое здание. строит славянский дом компания. Куча припаркованных автомобилей. Вот эвакуатор куда-то мчится. Кстати, вот эвакуаторы в Анапе работают, но явно их не хватает, потому что здесь в общем-то и сил полиции тоже недостаточно, именно ГИБДД, потому что эвакуатор всегда выезжает в сопровождении патрульной машины ГИБДД, вот, и там два сотрудника, они там все контролируют, перекрывают движение, чтобы никого там не зацепили. Эвакуатор работает достаточно медленно, вот, и поэтому ну сколько этот эвакуатор может эвакуировать неправильно припаркованных автомобилей? Ну, единицы за день. Поэтому эвакуаторов должно работать в городе гораздо больше. Так, ну вот, в принципе, я опять вышел на улицу Ленина. У меня где-то тут дочка занимается в школе в художественной. наверное, уже сейчас закончит, но она со своей одноклассницей, с подружкой, поэтому они уедут нормально домой самостоятельно. в take-in another как и у и на дочери с мы ругаем на к Улица Ленина Улицу Калинина я сейчас перехожу Вся в машинах, все позаставлено Есть хороший способ, как эти машины отсюда убрать Надо сузить дорогу, чтобы на ней еле-еле разъезжались два автомобиля Это, во-первых, снизит скорость автомобилей, которые движутся навстречу друг другу Во-вторых, освободит место для велосипедной дорожки и для хорошего тротуара широкого Какие должны быть в городе-курорте Плюс еще можно высадить такой газон Газон, кусты Широкие улицы В городе-курорте Они неуместны И к этому когда-то придут, вот, может быть, будущие руководители Анапы Ель такая, прямо вот как будто бы пластмассовая Вот Вся такая красивая, замечательная Просто красавица вот здесь растет Вот она, детская школа искусств Где учится Маша Сбербанк на первом этаже А вот там, возле Сбербанка, двухэтажное здание Перед санаторием Надежда Это местное ФСБ ФСБ